С детства мы знаем, что пчелы это полезные насекомые, которые делают нам мед. А вот как они живут и как они устроены, мы узнаем в этом видео поподробнее. Ролик получился интересным и длинным, как многие просили. Так что, если вы захотите подобных видео побольше, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите в комментариях, про кого сделать следующее видео. Приятного просмотра! Сначала давайте разберемся, кто такие пчелы. Пчелы, как понятно, это насекомые, которые делают мед. В мире насчитывается свыше 20 тысяч видов пчел. Наиболее распространенных из них медоносны, их ближайшие родственники – муравьи и осы. Многие виды пчел малоизучены. Пчела медоносная очень успешно в эволюционном плане общественной насекомой, обитавшей первоначально в Европе, Африке и Западной Азии. Дикие медоносные пчелы устраивают свои гнезда в дуплах старых деревьев, углублений в земле и расчаренных скал. Этих присветились живой природой отличает заметная окраска – пятна желтого цвета на темном фоне. Это не просто так. Яркость необходима для предупреждения окружающих и ядовитости. На брюшке каждой осы располагается жало, при помощи которого пчела защищаются от других существ. И слезть необходимость, конечно. Пчелы – очень ценные насекомые для хищников, богатые белками. Природными пчелиными врагами являются осы, муравьи и шершни, несмотря на то, что это, по сути, их ближайшие родственники. Даже несколько шерстней может убить весь пчелиный рой, постепенно перекусывая одну пчелу за другой. Поэтому пчеловодам нужно быть предельно внимательным, учитывая такую вероятность. Теперь давайте узнаем, где живут пчелы. Хотя проще в высказке, где они не живут, и населять на месте территории, где отсутствуют цветущие растения. К таким зонам относятся жаркие пустыни и холодные тундры. В остальных природных зон пчелам можно встретить повсеместно. Пчелы выбирают участки, которые расположены неподалеку от водоемов, а также найдут насыщенные в сложных погодных условиях. В условиях мягкого климата гнезда обустраиваются высоко на деревьях. Выбор подходящего места для жилья они начинают строить сот из ячек шестигранной формы. У каждой ячейки тонкие стенки. Соты крепятся вертикально и имеют вытянутую форму. Для домашних пчел предпоставляются специальные рамки, а дикие насекомые строят соты самостоятельно. До наступления холодов главная задача пчел запастись провизировать и прижилье. Делают они это при помощи прополиса, которым замазывают все щели. Затем насекомые прибираются в нижнюю часть гнезда, где держатся вместе, периодически меняясь местами. В пчелином обществе господствуют матеря архи. Именно на самках полностью лежит обеспечение жизни улья. В то время как самцы, они же трутни, существуют лишь для продолжения рода. Матка пчелы является царицей улья. Именно она ответственна за воспроизведение потомства. Также именно она является создательницей улья. На первых порах занимаются его обустройством, пока в этом деле ее не заменяют появившиеся на свет рабочие пчелы. А вся хозяйственная жизнь лежит на рабочих пчелах, самках пчелы. Именно они трудолюбиво собирают нектар цветов, защищают улья от опасности, занимаются его обустройством, переносят мед, ну и так далее. Матка медоносных пчел живет около пяти лет. На протяжении этого времени с весны до осени каждый день откладывают около 2000 яиц. Когда весной семья диких медоносных пчел слишком увеличивается, они делятся на две части, это называется роение. При этом матка оставляет гнездо улетать примерно 70% рабочих пчел. Когда хорошая погода, рабочая пчела в поисках нектара и пыльцы может каждый день удалиться от улья на 11 километров. Эту работу обычно выполняют более старые пчелы, чьи жизнь уже подходит к концу. Оставшись в гнезде, рабочие пчелы выращивают новую матку, после чего семья начинает очень быстро увеличиваться. С этим все понятно. А сколько живут рабочие пчелы? Живут они очень и очень мало, примерно 30 дней. Но если она повелась зимой, то ей уже повезло. Продолжительность жизни таких пчел 6 месяцев. Связано это тем, что зимой они так много работают, им не нужно пылять цветы и все такое. А живут летом так мало, потому что, собственно, много работают. Ну и теперь, как пчелы делают мед. Для производства меда им нужен нектар. Это такой сладкий сок, который выделяется растением. В слюне пчелы имеются ферменты, которые попадают в зобик вместе с нектаром, и там расщепляются держащиеся в соке углеводы. Возвращаясь к сотам, пчела начинают заполнять их собранным нектаром. Здесь в иерархии появляется подвид рабочих пчел, своего рода приемщицы. Они занимаются производством меда дальше, а пчелы-сборщицы снова отправляются за новым нектаром. Насекомые около 200 раз проводят одну и ту же операцию. Они выделяют на хоботок немного нектара, чтобы из него испарилась влага, а затем снова отправляют в зобик. Таким образом, вещество ферментируется, пока не превратится в мед. Наполнив ячейки, пчелы продолжают приливать мед с места на место, а также проветривают соты замахами крыльев. Все эти действия нацелены на удаление всей влаги, и ячейки с готовым медом запечатываются воском. А делать мед – это не так уж и просто. Вот, например, чтобы сделать 100 грамм меда, пчела должна облететь где-то миллион цветов. А вот чем пчелы питаются? Или они только работают? В теплое время года они питаются нектаром и пыльцой, оттуда они берут воду, а иногда собирают росу. В поисках пищи пчелы могут пролететь до 10 километров за день. Ну а теперь, какова польза пчел? Пчелы имеют большую пользу в медицине. Также их яд в небольших дозах полезен при таких болезнях, как радикулит, артрит и зачемление нервов. Ну и, конечно же, мед. Еще с древних времен почитали этих насекомых за ту пуль, за которую они оказывают для здоровья людей. Сегодня продукты пчеловоза применяются в кулинарии, косметологии и других отраслях. Ну что, вот мы и подходим к концу видео. Если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если еще не подписаны. Также напишите в комментариях, про кого сделать следующее видео. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok